Доброго времени сутра, друзья! На связи Шадимен. Добро пожаловать в Метро 2033 в Майнкрафте. Мы продолжаем выживание в суровом мире, на котором все люди спустились на станции метро для того, чтобы хоть как-то попытаться выжить. Потому как поверхность окутана радиацией и огромным количеством мутантов. В общем, вы наверняка знаете то, что самая ценная валюта в нынешнем мире это патроны. И они мне очень необходимы для того, чтобы покупать снаряжение и пропитание. Поэтому я попрошу вас помощи. Один лайк равно один золотой патрон, и чем больше лайков мы наберем с вами под этим роликом, тем больше патронов и провизий для оружия я смогу себе закупить. Но сегодня мы будем продвигаться дальше в поисках того, что сказал нам Хантер, и пытаться найти ответы на все вопросы. И главное, в конечном итоге, выбраться наружу. Приятного вам просмотра! Ох, ну и заварушка вчера была. За последнего думал о том, что мы оттуда уже не выберемся точно. О боже, там же еще... Аааа, Хантер. Он, получается, так и не вернулся. Черт, неужто мне придется со своей станции метро уходить? Я тут с рождения нахожусь и куда-либо отходить, честно говоря, для меня это очень опасно. Неужто его нет? Да, действительно. Ладно. В таком случае меня должен Петька ждать возле гермозатвора уличской станции метро. На моей станции, то есть. Так что времени у меня сейчас крайне мало. Нужно идти дальше. Хантер сказал, если не вернется, то я должен продолжать движение. Так, но перед этим мне нужно проверить все свое снаряжение. И по возможности заглянуть, конечно же, в магазин. Денег у нас сейчас нет и все рассчитываются патронами. Однако и патронов для торговли у меня тоже достаточно мало. Да зато накопилось достаточно много проводов. Надеюсь, что торговец как-то согласится по тарифам проводов, что ли, как-то все это провернуть. Иначе я себе ни патриков, ничего закупить точно не смогу. Да и без еды останусь вовсе. Так, противогаз у меня пока что еще в порядке. Защиту немного потрепали, но чинить ее пока что не надо. Вот таким вот образом. Фух, заодно и по станции метро еще прогуляюсь. Так, торшер выключил, все выключил. Ну что ж, рижская станция метро, мой дом. Надеюсь то, что я еще сюда вернусь. Ладно, видимо действительно настало мое время. Фух, неизвестно. Когда люди еще вернутся на поверхность? Уже целое поколение выросло в этих станциях метро. Тут просто живут люди как в самом настоящем муравейнике. Здание на здание, комната на комнате. Подумай только. Лет 20 назад я бы даже... Не знаю. Не поверил бы, если бы мне кто-то сказал, что все люди будут жить вот в таких маленьких коморках и боятся то, что в один прекрасный день мутанты проломят все гермозатворы и ворвутся прямо внутрь. И тогда от человеческого существования и вовсе ничего не останется. Ладно. Пойду с торговцем поговорю. Добрый день. У меня предложение есть. Как вы смотрите на то, чтобы я сейчас с вами проводами вместо патронов расплатился? Ну или в крайнем случае, если я тогда как-то, не знаю, одно поменяю на другое. Ооо, так давай посмотрим. Ну, в принципе-то я согласен. Давай выкладывай свои провода. Вот, только за провода вот все, что я могу тебе предложить. Да, это более чем достаточно. Так, и сколько я себе так патронов-то смогу понакупать? Получается один патрон на дробовик всего лишь, вернее всего-то один патрон за четыре провода. Если принимать во внимание ту перестрелку, которая происходила вчера, то на самом деле это просто ничтожно маленькое количество. Ну ладно. Как говорится, есть это уже неплохо. Вот. Так, сколько у меня в общем выходит? Так, 22, 38 патронов. Так, что можно еще взять? У меня два провода осталось. Можно, в принципе, либо еду взять, либо еще что-то. Так, у меня яблоки есть. Есть немного консервы и так далее. Так что нет, я, наверное, пока что еду брать не буду. Но все, спасибо вам большое, что согласились. Да не за что. Так, Петька, Петька, у меня должен где-то уже, наверное, снизу ждать. Времени достаточно много прошло. Ладно. Так, чтобы мне пройти туда, мне нужно сейчас через торговую точку, получается, прибежаться. Так, что у нас здесь? Ух ты, нифига себе. Ладно, я пока что с молотом буду бегать. Так, а вот и, так скажем, сердце нашей реческой станции метро. Это торговая зона. Здесь постоянно кипит жизнь. Люди с других станций метро привозят сюда что-то новенькое, что-то невиданное. Продают различные товары. Еду, оружие, одежду и так далее. В общем, самый настоящий, можно сказать, гипермаркет только в условиях постапокалипсиса. Да, народу тут, конечно, тоже достаточно много. Но и товар, как говорится. И тогда можно один и тот же товар найти и вовсе по разным ценам. Потому что торговцев здесь супер много на самом деле. Прям огромнейшее количество. Ладно, мне нужно продвигаться вперед. Так, дробовик сразу нужно привести в порядок, чтобы он был в полной боевой готовности. Да. Так, а вот и пересадка получается. Прямо здесь, за этими вагонами, будет находиться точка нашей встречи. Так, я смогу здесь пройти насквозь? Да, в принципе, у меня получится это сделать. А вот через эти шатры, получается, поезда, вагоны, люди иногда устраивают экспедиции между станциями метро. Только перемещаться нужно исключительно под присмотром военных или же людей, хотя бы которые с оружием на «ты» обращаются. Вот. В одиночку с одной станции перебираться на другую – это верная смерть. Именно поэтому ни в коем случае нельзя оставаться одному. Я бы не хотел, чтобы так когда-то произошло. Это, наверное, самое худшее, что вообще может быть только. О, а вот и Петька на месте. Привет. Я от Хантера. Да, я уже тебя заждался, честно говоря. Ну что, ты готов покинуть станцию метро, на которой ты находишься уже достаточно большое количество времени? Я готов. После вчерашнего, я тебе честно скажу, я уже готов ко всему. Отлично. Настрой мне твой нравится. Значит так, ситуация такова. У нас караван в одном из тоннелей застрял. Поэтому оттуда, к сожалению, пройти никак не получится. Пойдем с тобой немного в обход. Доберемся до кордона. А там уже тебе рукой подать будет до следующей станции метро. В общем, не боись. Со мной все будет в порядке. Доберемся целые здоровые. Ну, звучит уже неплохо. Ну что, пойдем тогда. Нам туда. Ну что ж. Вот и мы по ту сторону. Баррикады. Ну как тебе? Отвратительно, честно говоря. Видок у станции метро очень потрепанный. Ух ты. А это кто там такие? А это добро пожаловать. Флора и фауна. Ни ночных станций метро. В общем, хочешь жить? Готовься воевать. Я уже понял. Какие-то гигантские мутанты. Просто капец какой-то. О боже. Хотя тут не только мутанты. Здесь и хватает людей, которые, видимо, выбраться не смогли. Ладно. Жалко, конечно, ребят. Но зато с них получится хотя бы какие-то патроны пособирать. Чтобы в дальнейшем, так скажем, поторговать. Можно было. Так. Ну что, пойдем попробуем с ними как-то разобраться, что ли? Давай. Начинай стрелять. Церемониться с ними не надо. Окей, я понял тебя. Стой, погоди. Сейчас. Давай я свет хотя бы немного освечу, чтобы мы с тобой в темноте не стояли. Так. Пошли, пошли, пошли. Ух ты. Какие непригучие-то только. Готов. Один вниз упал. Один, походу... А нет, не упал нифига. Здесь они. За этими стенками находятся. Ну всё. С первой партией разобрались. Да, про источник света ты абсолютно прав. Его нужно всегда при себе держать. Так что это правильный выход. Я понял. Кстати, ты слышал легенду о чёрных мутантах? Говорят, они способны проникать прямо в рассудок человека и воздействовать на него. Что? Звучит, честно говоря, как-то... Не знаю, не по-настоящему, что ли? А ну. Солдаты, которые с ними когда-то встречались, потом уже в рассудок никогда не возвращались. Чёрные мутанты? Не знаю, не слышал о таком. Так, нам, судя по всему, куда-то ещё дальше нужно будет идти. Так, сверху, да, мутанты? Я понял тебя. Так, дай их там... Повалят, сейчас повалят на нас. Аккуратнее, аккуратнее, держи лестницу. Я держу, держу. Давай-давай, сейчас ещё будут подступать. Сейчас я туда свет закину. Погоди, опа, всё. Сейчас будет полегче. Сейчас я патроны дозряжу секундочку. Фух. Так хорошо, что я всё-таки не один. Одному, на самом деле, здесь было бы действительно суперстрёмно совсем. Смотри-ка, ещё один солдат. Ааа, бедные солдаты. Так, зато хотя бы патронов получу. Вот и водичка, кстати, и маски с противогазами. Вернее, противогаз себе позабираю заодно. Так, пойдём. Пойдём, пойдём, пойдём. Нам, судя по всему, туда, да, дальше? Да-да, туда. Продолжаем проникновение пока что по станциям. Я тебя понял. Ух ты ж! Слева, слева, слева. У меня, у меня, у меня огромное количество их прям этих пауков каких-то. Не знаю, тараканов. Кто они такие вообще? Аккуратней. Так, сейчас у меня пока что шесть патронов ещё есть. Помогу как смогу тебе сейчас. На тебе. Получай. Сейчас свет, свет, свет нужен. Они света наверняка боятся. На тебе вам туда. Вот, готовы, готовы. Побежали, ещё идут. На тебе. Получай. Есть. Готов. Вдали ещё остались. Сейчас я дробовик в порядок ещё раз приведу и отстреляем их с тобой. Капец, пробежение по этим заросшим станциям метро. Это просто кошмар какой-то. Так, сейчас я иду, иду, иду. Сейчас нужно свет ещё дальше прокинуть. Так, на тебе. Получай. На. Фух. Отлично. Слушай, тут ещё один гермозатвор просто гигантнейший какой-то. Нам походу назад, да? Да, да. Назад, это точно. Ой. Погоди. Что со мной? Я не знаю. У меня в глазах всё плывёт. Слушай меня. Давай доходи до кордона, понял? Я... Это... Эти... Чёрные те самые... Мутанты. Они пытаются в наш рассудок проникнуть. Я понял тебя. А ты как же? Я... Главное, чтобы ты добрался. Помню. Хантер тебе доверяет. Я понял. Ладно. Надеюсь, ты выживешь. Чёрт. Что со мной? Я идти даже не могу. Ай. Всё болит. Просто я практически ничего не вижу. У меня как будто бы кто-то... Действительно пытаются в мой рассудок... Как-то... Проникнуть. Боже мой. Боже мой. Я сейчас сознание, походу, потеряю. Продолжение следует... ...